Русские люди, да, они друг друга понимают и понимают, что это, ну, свои, да, хотя могут быть разные совершенно, да, вот, и в то же время, когда ты чувствуешь, что ты свой, да, то, что перед тобой свой человек, да, то мы, это самое, можем взаимодействовать и прощать друг другу, там, многие вещи, там, ну, закрывать глаза на некоторые вещи, да, все равно понимаешь, что это свой человек, говорит, да, вот. И в то же время, вот, появляются, ну, противники, да, со стороны, фактически, русофобской власти, ну, сил, да, вот, которые запускают провокаторы, и вот, удивляешься, насколько же легко вот этим провокаторам разрушить вот это вот русское единство. Вот как вот это вот здесь вот найти, вот, противоядие, какой-то иммунитет один момент, да, чтобы вот действительно, когда вот это появляется какая-то провокация, свои, не только друг друга видели, что они свои, но и понимали, что вот это вот идет провокация, и имели иммунитет от этого, и не покупались на это, да, и друг друга вот это не устраивали между собой раздрай. Ведь мы же видим, вот, допустим, вот, допустим, да, вот эта грудининская компания, да, был какой-то русский мир, и вдруг вот действительно совершенно четкие эти группы, да, вдруг начали там из других русских организаций строить каких-то там вообще там, ну, моральных уродов, да, и это самое. И вот многие же русские, видно, что русские, да, но они повелись на это. Вот как вот сделать вот так, чтобы вот какой-то все-таки вырабатывался в русском обществе иммунитет на провокации? Наверное, наверное, умнеть надо. А вот как? Наверное, надо, во-первых, умнеть и отличать важное от второстепенного, потому что действительно есть вещи, которые действительно для нас важны и играют роль в рамках нашей основной цели здесь и сейчас. Кстати, вот здесь вот я соглашусь полностью с господином Квачковым. Действительно, что важно то, к чему мы стремимся и к какой цели мы идем. То есть мы должны понимать, что в рамках вот этого движения к этой цели мы должны и предпринимать решение, то есть даже если нам что-то нравится или не нравится. Первое. А второе, есть иммунитет более простой, это все-таки христианское отношение друг к другу. Это очень простая, можно сказать, примитивная на слуху тема. Это просто христианское отношение к другим людям. Не заявлять везде и кричать «Мы христиане, мы православные», а в жизни относиться к другим людям именно по-христиански. И это намного даже проще, чем выслеживать, откуда-то вычислять, где, против чего, какое идет направление атаки в нашу сторону. Какая бы атака ни шла, если мы будем по-христиански друг к другу относиться, мы всегда выиграем. Да, но вот здесь вот еще такой момент, вот здесь, да, что уже раньше, вот я вот сейчас вот читаю от Ключевского, да, ну он достаточно такой, такого западного экономического взгляда человек, да, и в то же время, вот когда вот он описывает смутное время, да, и он говорит, что да, вот когда все порядки порушились, да, с прекращением династии Рюриковичей, и не стало хозяина, и каждый просто, каждый класс, каждая группа начал тянуть идеал на себя, и вот этот начался раздрай, и без власти, и без времени, да, вот. И он говорит, что говорит, что Россию спасло тогда? Включились религиозные и национальные силы. Вот что включилось, действительно, вот эти два фактора, да, вот это, в первую очередь, да, вот это религиозные, это действительно, фактически, религия, она, ну, наверное, действительно, это очень сильный стимул, очень сильная стимуляция, да, это главный генератор единства, да, вот, но у нас сейчас суть в чем, что даже сама церковь, да, она, во-первых, за, ну, очень, как можно сказать, заюридизирована, да, что сейчас вот такая вот действительно, так, стоп, а ты что там, против патриарха, что ли, а ты что там, там, это самое, не поддерживаешь, там, постановление синода, да, ты вообще раскольник, да, и все, и ты никто, вот это вот, вот это потеряно, вот, действительно, живое чувство христианства, да, же, вот, и вот раздравится в церкви, то есть, сейчас вот нельзя сказать, что, ну, вот раньше, вот, как вот было только, да, когда возрождалось православие, что идет батюшка, ну, ангел с неба, да, храм стоит, вот, кусочек неба, да, вот сейчас такого нету, и вот, то есть, единства церкви тоже нету. Сейчас-то себе присвоило государство в какой-то степени попыталось присвоить, и есть такой момент, но я скажу насчет Ключевского, одну вещь все-таки в его оправдании, он был хорошим психологом, именно, он был хорошим исследователем психологии русского народа, у него есть замечательная работа, история, по-моему, история становления великорусского племени, замечательная вещь, где он рассматривает становление именно великорусов в условиях природы, в условиях тех нападений и того иго, которое присутствовало, в условиях, в тех условиях, которые, и он все это именно говорит, это все стало частями его характера, когда многие сегодня говорят о том, что нам надо, например, закрыться и стать маленькой такой общиной, или государством типа Чехии какой-нибудь, или Польши сегодняшней, или в рамках многих наций и так далее. Это же на самом деле противоречит нашей национальной душе, нашему национальному мифу. Национальный миф – это миф мессианский, это миф имперский. Как только мы перестаем им быть, мы перестаем быть собой. Кто-то сказал, великий русский националист, по-моему, Достоевский, без православия русский человек что-то плохое. Но здесь именно православие надо в первую очередь воспринимать как мессианскую идею, которую он нес и на своих штыках, и на своих знаменах, и на своих подношениях. Поэтому это как бы в защиту Ключевского. Мне просто очень понравились вот эти его работы. Я что-то где-то прочел, что вот этот храм в Кубинке построили, что якобы тоже за этим храмом, это вот мессианская идея, которую мы продолжаем в Сирии. Гроб Господень там рядом, мы вот священные земли охраняем от вмешательства. То есть там наворачивается тоже дополнительная такая мифология, но от людей абсолютно не православных. Абсолютно. Они поняли в чем суть. Они вот в отличие от сегодняшних лимаков и либералов, которые их сейчас троллят и пытаются против них выступить, они идут совершенно, вот эти тролли идут с очень примитивной идеологией западного, по сути, чуждого русской национальной душе и всех вот этих идей, направлений и так далее, которые вот это вот десакрализация во всем и борьба с русским национальным мифом. По сути, это борьба с русским национальным мифом. А сегодняшняя элита, сегодняшняя власть, она уже поняла, в чем суть и на что надо ориентироваться, если они хотят действительно бороться за душу народа. Да, они сегодня борются за душу русского народа. Почему? Потому что, если мы сейчас вспомним, например, там вот присоединение Крыма, например, да, там вот это все, рейтинг Путина, там, по-моему, 60%, да, кто-то говорит, да это накрученный. А я вот на самом деле не думаю. Это вполне возможно, что так и есть, потому что вот... Не смотря, что понимать под рейтингом. Не у каждого человека, конечно, не у каждого человека, но вот у большинства, если мы говорим о душе народа, она как-то отзывается, да, на определенные вещи. И она видит в этом, да, пускай это подделка. Люди плакали на могиле Сталина, да, когда Сталин умер. Понятно, что Сталин это убийца, это враг русского народа, с одной стороны. А с другой стороны, для определенного процента им казалось, что это царь. Это был симулякр царя. И сейчас мы видим симулякр русской национальной власти, которая отзывается на русскую национальную душу, на ее запросы и диалог. Ну, это пелена такая перед глазами, и кажется, что это повторение там русской национальной традиции. А на самом деле это подделка, и людям просто надо сказать, ребята, вы видите не то, чего есть. Что интересно, говорят, вроде бы борьба в Сирии, но с другой стороны, когда израильская авиация бомбит Сирию, бомбит наших союзников, это тишина. Просто сказали ей все, ну, бомбили и бомбили. А где гроб господин-то, да? Он же не в Сирии. Он далеко не в Сирии. А это, конечно, сейчас... Ну, с другой стороны, власть, конечно, делает все очень грубо, очень топорно, и, в общем-то, сейчас нет ей уже доверия, даже после крымских событий, всего того, что... Все понимают, что, в общем-то, все сделано... Это не имперское движение. Да, это что-то наполовину сделано, на треть. Проблемы множатся. То есть это распространение на Крым того же самого идиотизма, в котором мы все пребываем, да? Один идиотизм, это вот этот... Заменили на друг. Украинский заменился на путинский. Вот и все. А людям от этого легче не стало, по крайней мере, это точно. А что касательно вот... Внутри русского движения, то здесь, ну, что можно сказать? То есть каждый человек слаб, да? Ну, человек слаб, надо это признать, и все, здесь нет титанов. Человеком можно язык, человек может быть куб, ну, все-таки все, что... Ну, кто титан, кто не титан, будет понятно после смерти. Когда, когда, если человек не сломался... Да, ну, что же он сказать? Поэтому всегда нужно относиться с долей терпимости, с долей определенного скепсиса, с долей определенной осторожности. Вот если следует таким простым правилам, нас никто не собьет с правильного пути, никто не увлечет в какую-нибудь безумную идею. В общем-то, никто... Что-то слабо, а жизнь сложна. Поэтому... Это будет вам в том и речь, да. Скажите спасибо за то, что когда-то человек проявлял свою стойкость. Когда хоть хоть что-то проявлял. А если он в какой-то момент проявил слабость, ну, что ж поделать, действительно... И святые, даже и святые согрешали, даже у них были... Это тоже люди. Они тоже были люди. Но мы все-таки, я надеюсь, соберем людей стойких. Да, ну... И зовем людей стойких. Опять же, тут силу человеку дает Господу. Если мы православные люди, ну, мы по-другому рассуждать не можем. Потому что человеческие силы слабы. А с Богом мы сильны.